Итак, нам нужно приступить к настройке главной страницы магазина. Для начала мы должны определить основные параметры. Для этого наводим курсор мыши на вкладку «Внешний вид» и кликаем по ссылке «Настроить». Перед вами открылась панель «Настроить», где слева отображаются вкладки с параметрами, а справа демонстрационное окно текущего внешнего вида вашего сайта. Итак, давайте приступим. Для начала нам нужно перейти во вкладку «Настройки главной страницы», после чего выбрать «Отображать статистическую страницу в качестве главной», а в области «Домашняя страница» мы в качестве главной выбираем страницу «Sample Page», после чего выходим обратно в главное меню, кликнув вот по этой иконке. Теперь мы переходим во вкладку «Header Top», а затем в подвкладку с точно таким же названием. В открывшейся области для отображения шапки сайта нам нужно поставить галочку в чекбоксе, после чего отобразится панель «Настройки». Из первого раскрывающегося списка нам нужно выбрать, как отображать область с контактами и кнопкой в шапке сайта. Тут возможно три варианта. Вообще скрыть область с контактами. Затем можно отобразить контакты по центру, а кнопку на следующей строке, либо расположить контакты по центру, а кнопку справа. Я выберу третий вариант. В следующем раскрывающемся списке нам нужно выбрать, как отображать навигационное меню в шапке сайта. Опции для выбора те же, что и в первом раскрывающемся списке. Я собираюсь разместить навигационное меню в другой области, поэтому здесь я выберу опцию «Скрыть навигационное меню в шапке сайта». В третьем раскрывающемся списке мы настраиваем отображение социальных иконок в шапке сайта. Опции все те же, я выбираю отображение справа. Чуть ниже отображается раздел настройки кнопки сайта. В первом раскрывающемся списке мы настраиваем функционал нашей кнопки. Во-первых, можно ее вообще скрыть, либо после клика по ней запустить всплывающее окно, либо переадресовывать клиента по ссылке. Я выберу запускать всплывающее окно. В области чуть ниже мы прописываем название кнопки, а в самом нижнем поле мы должны прописать контент, который будет отображаться в самом всплывающем окне. Это мы сделаем чуть позже, а пока возвращаемся на один уровень вверх по настройкам и выбираем вторую подвкладку. В новой области из раскрывающегося списка мы выбираем количество триггеров, я оставлю 4. Теперь мы настраиваем сами эти триггеры и начнем с первого, контактный номер телефона. Для начала давайте сменим шаблонную иконку, для этого кликаем по ней и как вы видите перед нами открылся каталог с иконками. Давайте выберем понравившуюся например вот эту и как вы можете видеть иконка подгрузилась на сайт. Теперь сворачиваем каталог с иконками кликнув вот сюда, а затем в области чуть ниже вводим контактный номер телефона вот так. В последующем поле нам нужно ввести ссылку на ту страницу на которую мы бы хотели переадресовывать клиента. Я подключу сюда такой функционал при котором в случае клика на данный триггер клиенту будет выходить всплывающее окно. То есть настрою переадресацию по якорям, но сделаю это чуть позже, а пока оставлю данное поле пустым. Кстати если вы не хотите настраивать никакой переадресации, то также оставляйте данное поле пустым. Теперь нам нужно настроить по этому алгоритму остальные три триггера. Итак поехали, посмотрите у нас все готово, теперь мы возвращаемся на один уровень вверх. Посмотрите вот здесь настраивается функционал всплывающего окна, которая появляется при клике вот по этой кнопке. Эти настройки мы произведем чуть позже, а пока мы возвращаемся в главное меню и выбираем третью под вкладку header main, а затем выбираем первую под вкладку. Здесь нам нужно будет совершить фундаментальные настройки. Вот в это поле вводим название сайта, а вот это описание сайта. Если вы хотите разместить логотип, то кликайте вот по этой кнопке и загружайте свое изображение. О том как создать логотип своими руками вы можете узнать из моего видео, ссылка в описании. Итак, а вот в этой области вы определяете, что необходимо отобразить. Первый чекбокс отвечает за отображение логотипа, второй за название сайта, а третий за отображение описания. Если вы не хотите что-либо отображать, то просто снимите галочку с этого чекбокса. Я не собираюсь отображать логотип, поэтому галочку данного чекбокса я снимаю. В самом низу данной панели находится область настройки фавикона. Что такое фавикон? Фавикон это иконка, которая располагается в заголовке сайта на вкладке браузера. То есть вот здесь, а также в поисковой выдаче Яндекса, возле названия сайта. Разумеется, после того, как Яндекс проиндексирует ваш сайт. Итак, для настройки фавикона нам нужно его загрузить. Для этого кликаем вот по этой кнопке и загружаем иконку, которую мы будем использовать в качестве фавикона. А как найти и скачать иконку для фавикона? Об этом вы можете узнать из моего видео, ссылка на него будет в описании. Посмотрите, я подгрузил фавикон. Теперь поднимаемся на один уровень вверх и переходим во вторую подкладку. Здесь мы добавим элемент в область под названием сайта. Для этого мы кликаем по кнопке добавить виджет. Перед вами открылся каталог с виджетами, из которых вы должны выбрать, какой элемент вставить в данную область. Я прокручиваю каталог вниз и кликаю по виджету поиск. В результате чего он отобразился у меня слева. Как вы видите, форма поиска отобразилась на сайте и в данной вкладке соответственно. Для корректного отображения я ничего не буду вводить вот здесь в качестве заголовка. Я ставлю данное поле пустым, а также кликну по ссылке «Готово». Теперь мы возвращаемся на один уровень вверх по настройкам и переходим в третью подвкладку. В этой вкладке мы должны активировать отображение иконки корзина. Для этого устанавливаем галочку вот этой области. Посмотрите, у нас все получилось. Давайте выйдем из этой вкладки. Если вы отображаете логотип, то в этой подвкладке можете настроить отображение его положения. Я этого делать не буду. Итак, мы переходим еще на один уровень назад по настройкам и выбираем вкладку «Меню Option», а затем под вкладку «Спецопшн». Здесь мы настроим отображение специального меню с категориями товаров. Итак, для отображения устанавливаем галочку вот в этом чекбоксе, а в области чуть ниже устанавливаем название этого меню. Посмотрите, что у нас получилось. Мне кажется, что все отлично. Итак, возвращаемся назад и переходим во вторую подвкладку. Здесь мы для нашего меню с категориями установим эффект прилепленности при прокрутке. Для этого нам нужно поставить галочку вот в этом чекбоксе. Затем мы выходим из этой подвкладки и переходим в меню «Write Option». Здесь мы настроим очень интересный триггер с подсказкой. Итак, в первое поле вводим название ссылки. Я введу каталог, потому что буду переадресовывать на полный каталог. В следующей области я ввожу текст подсказки и устанавливаю вот здесь галочку для того, чтобы при клике открывалась страница в новом окне. Теперь нам нужно вставить ссылку на каталог вот в это поле. Для этого открываю в дополнительной вкладке создаваемый нами сайт, то есть копирую ссылку и перехожу в консоль. Теперь навожу на вкладку «Home» изображенную в виде домика и кликаю по ссылке «Перейти в магазин». Копирую ссылку из строки браузера, возвращаюсь в предыдущую вкладку, где открыта панель «Настроить» и вставляю в скопированную ссылку вот в это поле. Теперь переходим на два уровня назад по настройкам и выбираем вкладку «Future Section Option», после чего перехожу в подкладку «Before Future», где мы настроим блок преимуществ магазина. Для добавления первого из трех преимуществ мы кликаем вот по этой кнопке, а затем выбираем «Widget About Service Section». В появившейся панели необходимо настроить параметры. Поле заголовок мы не заполняем и сразу переходим к созданию первого преимущества. Я вас попрошу открыть во второй вкладке браузера сайт, который мы создаем, а точнее консоль настройки. Вот так. В область преимуществ информация выгружается из соответствующих страниц. Что это значит? Например, первым преимуществом у нас будет высокое качество. Для отображения такого триггера нам нужно сначала создать страницу «Высокое качество». Для этого во второй вкладке, где мы открыли консоль управления, нам нужно создать страницу. Поэтому мы наводим курсор на значок «Плюс» и выбираем страницу. В открывшейся панели мы вводим название страницы, которая будет соответствовать названию триггера преимуществ, а также указываем в описании страницы тот текст, который мы хотели выгружать в качестве описания триггера. После этого нам нужно загрузить иконку страницы, которая будет являться иконкой триггера. Для загрузки иконки мы кликаем вот по этой ссылке, в результате чего перед нами откроется каталог с иконкой, в которой нужно выбрать понравившуюся. Я выберу вот эту, кликнув по ней левой кнопкой мыши, в результате чего она подгрузится на страницу. Далее мы поднимаемся вверх и кликаем по кнопке «Опубликовать» для сохранения новой страницы. Далее по этому же алгоритму создаем две другие страницы «Приятные расценки» и «Подарки всем клиентам». Теперь мы возвращаемся в ту вкладку, где у нас открыта панель «Настроить». Для начала давайте сохраним изменения, кликнув по кнопке «Опубликовать», а затем обновим браузер. В результате чего нас выкинет на главную панель «Настроить». Мы снова переходим во вкладку «Future Section Option», а затем «Before Future». Далее открываем созданный нами правый виджет по отображению преимуществ. Нам нужно кликнуть вот по этой кнопке, а затем вот по этой области. После чего из появившегося раскрывающегося списка выбрать страницу для отображения информации первого триггера «Преимуществ». Как вы помните, мы для первого триггера создали страницу «Высокое качество», поэтому ее и выбираем. Затем кликаем левой кнопкой мыши за пределы раскрывающегося списка. И как вы можете видеть, первый триггер с преимуществами добавился на сайт. Далее для добавления второго триггера нам нужно кликнуть вот по этой кнопке, а также из раскрывающегося списка выбрать страницу для второго триггера. А затем по такому же алгоритму подвязываем третий триггер. Посмотрите, у нас все получилось. Далее из вот этого раскрывающегося списка вы можете выбрать сколько триггеров необходимо отображать. Можно установить максимально 4 триггера. Я же оставлю шаблодное значение 3. Чуть ниже из вот этого раскрывающегося списка можно установить для триггера преимуществ функционал переадресации на страницу, откуда подгружается информация в данный триггер. В этом раскрывающемся списке имеются три опции. Не использовать функционал ссылки, либо использовать переадресацию. Я выберу не использовать функционал. В следующем раскрывающемся списке нам нужно выбрать формат отображения, либо классический формат, либо с функционалом карусели. Функционал карусели это когда много элементов, то есть триггеров расположено в области, но видно например только 2 или 3. При этом имеются стрелки, кликая по которым пользователю будут демонстрироваться и остальные триггеры, выезжающие с эффектом плавной анимации. Я выберу классическое отображение. Далее вот в этой области настраивается функционал, позволяющий разместить ссылку переадресовывающую клиента на страницу, которую мы выберем. Тут все классически, из этого раскрывающегося списка нужно выбрать что мы хотим сделать, либо отображать область ссылкой, либо не отображать. Вот в это поле мы вводим название ссылки, а вот в это адрес куда она должна будет переадресовывать. Я не буду использовать функционал переадресации, потому что считаю это не совсем корректным. Итак, настройки блока преимуществ на этом завершены. Давайте кликнем по ссылке «Готово» и перейдем по настройкам на один уровень назад и кликнем по вкладке «Future Main Section». Здесь мы настроим главный слайдер. Поехали! Вы можете отображать в качестве слайдера записи, либо презентацию определенных товаров, или вообще скрыть слайдер. Лучше всего отображать конкретные товары. Для этого нам нужно из вот этого раскрывающегося списка выбрать продукт. Как вы видите, у вас на сайте отобразился слайдер, а в панели настроек появилась область, где нам нужно установить параметры слайдера. Итак, поехали! Нам для начала нужно определить, какие товары мы будем сюда выгружать. Нужно завести три товара под категории, например, «Эксклюзив». Давайте откроем во второй вкладке консоль нашего магазина. Затем наведем курсор мышки на значок «Плюс», расположенный на экспресс-панели, и кликнем по «Товар». Затем перед вами откроется панель создания товаров, в которой вы должны произвести настройки. Как это сделать, вы уже знаете. Обратите внимание, что я определил товары, которые подлежат выгрузке на слайдер в категории «Эксклюзив». После этого сохраняем изменения и создаем еще два товара с категории «Эксклюзив». Итак, все три товара заведены. Возвращаемся во вкладку, где у нас открыта панель «Настроить». И, во-первых, сохраняем изменения. Во-вторых, обновляем браузер. Затем сперва заходим во «Future Section Option», а затем во «Future Main Section». В открывшейся панели открываем вот этот раскрывающийся список и выбираем категорию «Товары», которые должны выгружаться в слайд. То есть выбираем «Эксклюзив». Пожалуйста, у нас все подгрузилось. В области чуть ниже мы устанавливаем, сколько товаров выгружать в слайдер из категории, которую мы выбрали. Я оставлю три. Идем дальше. Также здесь есть вот такие чекбоксы. Я устанавливаю галочки во всех чекбоксах. Вот так. Display Category – это отображение категории, товары которой подлежат выгрузке. Display Title – это отображение названия товара. Display Excerpt – это отображение мини-описания товара. Display Arrow – это отображение стрелок-переключателей. Enable AutoPlay – это настройка автоматического перелистывания слайдеров. Вот так. В следующей области мы определяем метод встраивания изображения в слайдер. Если мы выбираем нижнюю опцию, то высота слайдера будет зависеть от высоты встраиваемых изображений. Если же мы выбираем верхнее значение, то слайдер будет иметь стандартные параметры, а изображения, выгружаемые в нем, будут идеально подстроены в наш слайдер. Я вам рекомендую использовать верхнее значение. Ну и в последней области необходимо прописать текст кнопки слайдера, переадресовывающий, в нашем случае, в карточку товара. Я веду подробнее. Вот так. Теперь давайте сохраним изменения и выйдем из настроек на один уровень вверх. И перейдем в подкладку Future Write Section. Здесь мы должны определить, что нужно отображать на мини-слайдере, расположенном справа от главного. Возможно три варианта. Скрыть мини-слайдер, отображать товары или записи, то есть посты. Я выберу товары, что и вам советую. Вот так. Посмотрите, у нас все получилось, только как-то некрасиво, что одни и те же товары подгружаются и в главный, и во второстепенный слайдер. Давайте заведем три товара под категорией акция. Как это сделать, вы уже знаете. Итак, поехали. После того, как товары заведены, нам нужно перейти в панель настроить, сохранить изменения и обновить браузер, после чего снова вернуться во вкладку Future Write Section. И выбрать из вот этого раскрывающегося списка ту категорию, товары которой должны будут выгружаться в наш мини-слайдер. Я выберу категорию акция вот так. Пожалуйста, у нас все получилось. Теперь в поле чуть ниже нам нужно ввести, какое количество товара из доподгруженной категории будет выводиться в слайдер. Я поставлю три. Чуть ниже располагаются три чекбокса. Первый отвечает за отображение названия товара, второй за размещение кнопок перелистывания, а третий за функционал автоматического перелистывания слайдов. Я хочу активировать все три функционала, поэтому установлю три галочки в этих чекбоксах. Далее находится область, где нужно определить размеры слайда. Здесь можно подстраивать слайд под размер каждого изображения, либо выбрать вариант, при котором слайды будут иметь одинаковый размер, а изображения будут встраиваться в эти размеры. Я выберу, чтобы изображения встраивались в размеры слайда, поэтому установлю радиокнопку в этой области. Но и в самом конце, вот в этом поле я задаю название кнопки слайдера, кликнув по которой клиент будет попадать в карточку товара. Итак, с настройкой слайдера у нас все готово. Теперь давайте вернемся на один уровень назад и перейдем под вкладку Special Menu Future Left. Смотрите, у нас есть вот такое меню с категориями товаров. Существует два способа отображения. Первый, при котором у вас на главной странице магазина расположится вот такая область, кликнув по которой клиенту будет выезжать меню с категориями. И второй вариант, когда все категории данного меню будут прилеплены к определенной области и останутся на месте при прокрутке страницы и будут находиться на виду. Я выбираю второй вариант. И для того, чтобы сделать меню прилепленным, мне необходимо поставить галочки вот в этом чекбоксе, после чего я возвращаюсь на два уровня назад и выбираю вкладку Home Main Content Area. Мы переходим к самому сладкому. Именно здесь нам нужно будет настроить главную страницу. Итак, для начала мы добавим область Женские кеды. Поэтому нам нужно кликнуть вот по этой кнопке и из каталога виджета выбрать WooCommerce продукт. В появившейся панели вводим название Женские кеды, а в раскрывающемся списке нужно выбрать, что отображать в данной области. Здесь существует несколько опций. Во-первых, можно отображать все товары, затем по категориям, то есть только товары определенных категорий. Затем можно отображать товары только с определенными метками. То есть вы, например, завели несколько товаров с меткой Эксклюзивные кеды. В этом случае при задании правильных настроек в этом блоке будут отображаться все товары, в карточке которых заведена метка Эксклюзивные кеды, независимо от того, к каким категориям они относятся. Также можно выгружать товары, поступления которых ожидаются в самое ближайшее время. Ну и с помощью последней опции можно выгружать товары по акции. Я выберу выгрузку товара по категориям, а из раскрывающегося списка, расположенного ниже, я выбираю название категории. В нашем случае я кликну по категории «Женские кеды». В следующем поле я веду количество товара, которое я хочу выводить в эту область. Я пропишу 4. А вот из раскрывающегося списка, расположенного ниже, я выбираю во сколько столбцов отображать товар. Я также выберу 4. Из следующего раскрывающегося списка нам нужно выбрать вид отображения блока. Можно выбрать стандартный вид отображения, либо в виде слайдера карусели. Об этом я уже рассказывал. Давайте я выберу нормальное отображение. Далее чуть ниже из раскрывающегося списка выбираем, где отображать баннер со ссылкой на категорию отображаемых товаров. Я выберу справа. После этого три последующих области не заполняем. А вот в этом поле вводим название ссылки, располагаемой в заголовке данной области. А вот сюда вводим ссылку на страницу, куда пользователя будет переадресовать при клике по ней. Я буду переадресовать на страницу данной категории. Если хотите, то вот здесь можете подкорректировать размер изображения баннера. Я обычно здесь ничего не меняю. Итак, у нас все готово, поэтому мы кликаем вот по этой ссылке. Теперь нам нужно по этому же алгоритму создать блок «Женские туфли». Как это сделать, вы уже знаете. Поехали. Обратите внимание, в этот раз я разместил баннер слева. А на этом настройка этого блока завершена. Давайте кликнем по ссылке «Готово». Теперь нам нужно разместить один очень интересный блок. Это будет баннер, ведущий, например, на две дополнительные страницы «О магазине» и «Доставка и оплата». Давайте откроем в дополнительной вкладке нашу консоль. Затем наведем курсор на значок «Плюс» и кликнем по ссылке «Страницу». Введем название «О магазине». Подгрузим изображение страницы, которая будет отображаться на главной странице и сохраним изменения. Далее также создадим страницу «Доставка и оплата». Теперь возвращаемся во вкладку, где открыта панель «Настроить». Сохраняем изменения, обновляем браузер, а затем переходим во вкладку «Home main content». После чего кликаем по кнопке «Добавить виджет» и выбираем «Future section». Появившейся панели настройки данного виджета мы вводим в вот это поле название области. Я назову ее так же, как и «Магазин». Затем выбираем из вот этого раскрывающегося списка страницу, информацию из которой нужно выгрузить в левый баннер. Затем присваиваем название кнопки, которая будет располагаться на баннере. Для этого вводим в соответствующее название вот эту область. Затем то же самое настраиваем для правого баннера, введя информацию в этой области. Теперь нам нужно вставить ссылки перед адресацией для кнопки, располагаемой на баннерах. Итак, нам нужно открыть во второй вкладке нашу консоль, затем перейти во вкладку «Страницы». Найти страницу о магазине, навести на нее курсором мыши и кликнуть по ссылке «Перейти». В появившемся окне копируем адрес страницы из адресной строки браузера и возвращаемся обратно в панель «Настроить» и вставляем скопированную ссылку вот сюда. Теперь то же самое проделываем со страницей «Доставка и оплата». Вот так. Посмотрите, все выглядит даже очень стильно. Теперь давайте кликнем по ссылке «Готово». Далее мы создадим блок, чем-то похожий на области «Женские кеды и женские туфли», но только на нем будут вкладки со всеми категориями женской обуви, а называться блок будет «Стильная обувь». Итак, кликаем по кнопке «Добавить виджет» и выбираем «WooCommerce Cat Tabs». В открывшейся панели мы вводим название области, затем в разделе чуть ниже галочками отмечаем, какие категории товаров хотим отображать в данном разделе в качестве вкладок. Далее все классически. Вот в этом поле выбираем, какое количество товара отображать в данной области. Здесь выбираем, из каких столбцов должна состоять данная область. Здесь выбираем вид отображения классический или с функционалом карусели. А вот из этого раскрывающегося списка мы должны выбрать, с какой стороны отображать баннер. Об этих настройках я вам рассказывал ранее. Далее, если вам нужно разместить ссылку или кнопку, переадресовывающую на какую-либо страницу, то заполняйте эти поля. Здесь вам нужно вот это поле, ввести название ссылки, вот тут определить, должна ли она переадресовать куда-либо, или это должен быть просто текст. А вот это поле вставляем в ссылку, ведущую на необходимую нам страницу. Кстати, здесь есть вот этот раскрывающийся список. Здесь вы можете выбрать размер отображения баннера. Я настраивать данную кнопку ссылку не буду, так как она размещается в одной секции с вкладками, а это выглядит не очень красиво. В общем, с настройками данной области мы закончили. Кликаем по ссылке «Готово». Посмотрите, выглядит все эффектно. При клике по одной из этих вкладок товар будет обновляться, и подгружаться только тот, который соответствует данной категории. Теперь давайте сохраним все изменения. Далее нам нужно будет разместить очень интересный раздел с демонстрацией четырех категорий. Мужские туфли, батильоны, балетки и сапоги. Итак, мы кликаем по кнопке «Добавить виджет» и выбираем «Вокомерс категории». В новой панели вот эту область вводим название блока, а из раздела чуть ниже мы галочками отмечаем, какие категории товара хотим выгрузить в эту секцию. Я выберу пять категорий. После этого, вот из этого раскрывающегося списка нам нужно выбрать, как отображать категорию. Вот в таком интересном виде или в два ряда друг по другом. Я оставлю так, как есть. Для этого нужно выбрать из раскрывающегося списка опцию «Second layout». Из вот этого раскрывающегося списка мы должны выбрать, сколько таких блоков я хочу отображать в строке. У меня выгружается четыре блока, поэтому я ставлю четыре. Максимально можно выбрать пять блоков. Но если же вы выбираете, например, в строке «Отображать четыре блока», при том, что в данный блок вы выгружаете восемь категорий, то в этом случае остальные категории будут отображаться на строчку ниже. Но, как вы помните, это не очень красиво. Поэтому к вам на помощь приходит функционал карусели. Вам просто нужно установить галочку вот в этом чекбоксе. И слайд с первыми четырьмя категориями будет меняться с эффектом карусели на последующий слайд, в котором будут отображены другие категории. Вот в этой области вам нужно настроить параметры для отображения ссылки, находящиеся справа в области названия блока. Об этом я рассказывал ранее. В это поле вам нужно будет ввести текст, который вы захотите отображать вот здесь на кнопках. Но это не совсем красиво смотрится, поэтому я ничего вводить не буду. Из этого раскрывающегося списка можно выбрать размеры изображений, презентующие наши категории. Кстати говоря, эти изображения выгружаются из настроек категорий товаров. То есть, если вы хотите заменить какое-либо изображение, то просто замените его в необходимой категории. Итак, у нас все готово. Теперь мы кликаем вот по этой ссылке. Давайте сохраним изменения. Теперь вам нужно завести три блока, идентичные вот этим. Только назовем их мужские кеды, мужские кроссовки и обувь для стильных мужчин. Вам нужно будет использовать виджеты WooCommerce продукт и WooCommerce CatTabs. Как это сделать вы уже знаете. Поехали. У нас все готово. Теперь мы добавим блок с нашими статьями. То есть, такой небольшой информационный блок. Это нужно для поисковой оптимизации и продвижения магазина по системе контент-маркетинга. То есть, вы должны завоевать доверие клиентов. Сначала нам нужно создать три записи. Для этого в дополнительной вкладке браузера открываем нашу консоль и кликаем по вкладке записи. Как вы видите, у нас имеется одна шаблонная запись. Давайте удалим ее. Для этого наводим на нее курсором мыши и кликаем по ссылке удалить. Вот так. Для создания записи кликаем по кнопке добавить новую. После чего перед нами откроется панель создания записи. Здесь нам нужно ввести название статьи. И вот эту область вот так, а также в область расположенную чуть ниже, мы вставляем сам текст данной статьи. Справа располагается область рубрики. Рубрики для статей это то же самое, что категории для товаров. Для того, чтобы затем привязать статью к блоку, на главной странице нам нужно создать рубрику, например, блог. Для создания рубрики кликаем по ссылке добавить новую рубрику. В появившемся поле вводим название рубрики блок и кликаем по кнопке добавить новую рубрику. И как вы видите, данная статья отнеслась к рубрике блок. Прямо все в точности, как и с товаром. Теперь при создании других статей вам нужно будет всего лишь отнести вновь созданные публикации к этой рубрике блок. Посредством установки галочки в соответствующем чекбоксе. Вы также можете установить метки для статей. Но я этого делать не буду, так как мы разрабатываем не блок, а интернет-магазин. И функционал отображения статей является лишь дополнительной опцией, а не основной. Теперь мы в вот этой области выбираем отображение без сайт бара. Для этого кликаем вот сюда. Нам осталось лишь подгрузить аватар изображения записи. Для этого мы кликаем вот по этой ссылке и проходим стандартную процедуру загрузки. Теперь сохраняем изменения. Далее нам нужно по этому же алгоритму создать еще две записи. Итак, у меня все готово. Теперь возвращаемся во вкладку, где у нас открыта панель настроить. Сохраняем изменения и обновляем браузер. После чего переходим во вкладку Home Main Content Area. Да, и кстати, если при обновлении у вас эта вкладка не появляется, то просто зайдите в любую другую вкладку. А после чего выйдите из нее, в результате чего данный раздел появится у вас на панели. Теперь мы кликаем по кнопке добавить виджет. А затем выбираем пост в появившейся панели. Вот это поле вводим название области. Затем чуть ниже из раскрывающегося списка выбираем, что отображать. Все записи, записи по рубрикам, то есть по категориям или записи по меткам. Об этом я уже вам рассказывал, когда мы заводили секции с товарами. Я выберу опцию отображать по рубрикам. В следующем раскрывающемся списке я выбираю записи какой рубрики отображать. Как вы помните, мы создавали посты под рубрикой блок. Далее в этом поле мы должны установить сколько записей рубрики мы хотим отображать. Я поставлю 3. А в этом раскрывающемся списке нам нужно выбрать во сколько столбцов необходимо отображать записи. Я также выберу 3. Далее в этом в открывающемся списке я выберу какой вид будет у нашего блока. Обычный или в виде слайдера карусели. Я выберу обычный. Об этом я также вам уже рассказывал. Далее если вы хотите разместить ссылку в области названия секции, то вам необходимо заполнить вот эти поля. Как это сделать я вам уже также рассказывал. В этом раскрывающемся списке вы можете выбрать размер изображения презентующего пост. Я же оставлю стандартные параметры. Теперь настройка данного блока завершена и мы кликаем по ссылке готов. Нам осталось лишь добавить один блок в виде слайдера с функционалом карусели, где я буду отображать кеды. Как мужские, так и женские. И так добавляем виджет в eCommerce продукт. Как это сделать вы уже знаете. В этих областях я поводил название секции, установил сортировку по категориям и выбрал категорию кеды. Это все вам уже хорошо знакомо. Далее я устанавливаю в этом поле отображение товара в количестве 8 штук. А вот из этого раскрывающегося списка выбираю отображение в 4 колонки. Теперь из вот этого раскрывающегося списка я выбираю не стандартное отображение как у стальных блоков, а блок с функционалом карусели. Также заметьте, я определил данную секцию без отображения баннера. Для более стильного вида. Затем я установил настройки для отображения вот этой ссылки. У нас все готово. Давайте кликнем вот по этой ссылке и сохраним изменения. Посмотрите, все выглядит очень стильно и функционально. С настройкой секции блоков главной страницы мы закончили. Теперь давайте выйдем из этой вкладки и перейдем во вкладку footer option. Здесь мы вводим вот это поле информацию, которая будет отображаться в подвале в копирайт зоне. Вот так. Затем мы выходим из этой вкладки и переходим в layout design option. Здесь мы выбираем front page option. В открывшейся панели мы должны поставить галочку в чекбоксе именно для того, чтобы превратить нашу обычную страницу в статичную. И отображать только блоки, которые мы сами добавили и настроили. Как вы видите, у нас отобразился подвал с копирайт зоной. Теперь мы выходим из этой подвкладки и переходим в категорию color option. Для установки цвета заголовка статьи кликаем вот по этому маркеру. А затем на панели подбора цвета выбираем понравившееся решение. Для закрытия панели необходимо кликнуть левой кнопкой мыши за ее пределами. Для определения цвета текста, но уже при наведении на нее курсора мыши, настраиваем параметры уже с помощью этого маркера. Далее выходим из этой подвкладки и переходим в подкладку color. Здесь можно с помощью этого маркера настроить цвет фона сайта. А с помощью этого определить цвет фона таких элементов как кнопки. Я ничего менять не буду и просто выйду из этой подвкладки. Если вы хотите в качестве фона установить изображение, то вам необходимо перейти в эту вкладку и загрузить изображение. Но я вам этого не советую делать, так как очень часто изображения выглядят довольно таки криво при отображении сайтов на различных устройствах. Но дело ваше. Итак, мы выходим из этой вкладки и переходим во вкладку WooCommerce. Не WooCommerce Option, а WooCommerce. После чего выбираем каталог товаров. В новой панели выбираем из первого раскрывающегося списка на странице каталога товаров отображать категории. А во втором раскрывающемся списке выбираем на страницах категории отображать под категории. Если же вы хотите отображать сразу товары в обоих раскрывающихся списках, выбирайте товары. Кстати, посмотрите, как вы помните, мы добавляли недавно две категории товаров, у которых у нас не установлена аватарка. Давайте это исправим. Итак, открываем в второй вкладке нашу консоль, наводим курсор мыши на товары и выбираем категории. Затем переходим в категорию без аватарки. Для этого наводим на нее курсора мыши и на появившейся панели кликаем по ссылке изменить. Затем в открывшейся панели кликаем вот по этой кнопке и подгружаем изображение, после чего сохраняем изменения. То же самое проделываем и для другой категории без аватарки. Теперь возвращаемся в панель, где у нас открыт режим настроить. Сохраняем изменения и обновляем браузер. Теперь переходим снова во вкладку WooCommerce, а затем в каталог товаров. Посмотрите, у нас все получилось. Теперь переходим на два уровня назад и выбираем вкладку Time Option, а затем переходим в Social Option. С помощью этой вкладки мы разместим ссылки на наши соцсети. Итак, в появившейся панели для добавления первой иконки ссылки мы кликаем вот по этой кнопке. Для начала мы создадим социальную кнопку Instagram. То есть мы подгружаем иконку, вводим ссылку переадресации на ваш аккаунт и устанавливаем галочку в чекбоксе, если хотим открывать ваш аккаунт в социальной сети в новой вкладке. После чего сворачиваем данную панель, кликнув вот сюда. Теперь по этому же алгоритму создаем кнопки для ВКонтакте и YouTube. Посмотрите, мы все разместили. Далее сохраняем изменения и выходим из этой вкладки. После чего переходим во вкладку Header Top, а затем снова в Header Top. В появившейся панели раздела Social Display из раскрывающегося списка выбираем место, где мы будем отображать социальные кнопки в шапке сайта. Тут три опции. Hit, скрывать, а также можно разместить слева или справа. Я выберу справа. Вот так, посмотрите, у нас все получилось. Теперь сохраняем изменения и возвращаемся в главное меню настроек. После чего переходим во вкладку Tame Option, а затем в Хлебные крошки. Что такое Хлебные крошки? Это адрес той страницы, где вы сейчас находитесь. Это тот путь, который вы проделали на сайте. Здесь вам нужно из раскрывающегося списка выбрать одно из трех значений. Я оставлю опцию Хлебные крошки WooCommerce для их отображения на сайте. Итак, теперь возвращаемся назад и переходим в вот эту вкладку. Здесь нам нужно задать подпись к полю поиск. Вот так. Теперь сохраняем изменения и выходим из панели настроить. На этом настройка внешнего вида главной страницы закончена. Теперь нам нужно перейти к донастройке функционала магазина. Об этом и поговорим на следующем уроке.